Приглашение на международный фестиваль хореографического искусства в Сочи староскользкие танцоры получили еще в сентябре. Специально для больших танцев приготовили обширную программу из 15 номеров. Классические и народные танцы, а также модерн и впервые хип-хоп. Новое направление девчонок зацепило. За 4 месяца освоили базу, поставили и отрепетировали номер. Получился удачный танец на взрослую группу. Очень массовый, 19 человек участвовали в этом танце. Мы зажгли зал, всем очень понравилось. Было очень интересно, было много соперников с разных городов. Были сильные танцы и было очень страшно. Первый раз танцевали хип-хоп, очень сильно волновались. А так все понравилось. На сочинской сцене с успехом дебютировала скольчанка Анжелика Алехина. Девушка уже 11 лет танцует в составе «Экстрим-данс». Без нее не обходится ни один массовый танец. На фестивале Анжелика впервые исполнила сольный номер. Больше я участвовала в массовых танцах. Всегда было интересно в компании участие. Но уже как бы выросла, захотелось танцевать самой. Как бы свои показать силы, возможности. Просила тренера, поставили танец. Очень быстро поставили. Тренировалась очень мало. Выступила, сразу заняла третье место. За пять конкурсных дней страскольцы завоевали шесть первых мест. Четыре вторых и три третьих. Отличный результат. Было очень много участников. Конкурс начинался с восьми часов утра и заканчивался до полуторого ночи. То есть дети уставали, в перерывах успевали и поспать, и повыступать. Очень тяжело было, но все-таки собрались силами, добили до конца. Впереди у девчонок день танца. В конце мая благотворительный концерт. Потом летний танцевальный лагерь и сборы в июле, которые проходят традиционно на морском побережье, в Анапе или в Патории. Продолжение следует...